Всем привет! Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и жмите на колокольчик под видео, чтобы не пропустить свежий выпуск новостей. Настя Голд и Илья Ябаров заговорили о расставании. Илья и Настя не так давно подали заявление в ЗАГС. Впрочем, судя по анонсу будущего эфира, уже успели разругаться. Несмотря на то, что ссора вышла буквально на пустом месте, на этот раз влюбленные настроены категорично. И Настя и Илья заговорили о расставании. При этом Голд настаивает на том, чтобы Ябаров покинул, если уж не проект, то хотя бы съехал с комнаты, которую они занимают. Оскорбленная о лучших чувствах, девушка убеждена, она заслужила право остаться в отдельных апартаментах после всего, что ей пришлось вынести. К слову, Анастасия уже посетовала на поведение несостоявшегося супруга и его матери. Людмилу Михайловну Ябарову, кинувшуюся успокаивать невестку и сына, Настя заверила в том, что Илья все время вот так над ней издевается. Терпеть такое к себе отношение и дальше Настя не намерена. Саша Черно мечтает поскорее родить и оторваться по полной. Александра усиленно делает вид, что мечтает стать хорошей мамой. Но потом в дело вступает Иосиф Агнисян и раз за разом подставляет жену, показывая ее истинное лицо и намерение. Благодаря ему все узнали, что мысли Саши вовсе не о малыше, встреча с которым должна вот-вот состояться, а о том, как бы поскорее отправиться, оттянуться как следует. Агнисян опять подставил горячо любимую супругу. Он выложил в сторис гулянку Саши Черно, радостно распевающую песни в караоке, а потом успокоительно добавил, мол, потерпи, дорогая, осталось совсем немного, потом оторвешься по полной, так что сразу становится понятно, что мысли беременной Черно заняты вовсе не младенцем. Не потому ли Саша уже давно заявила, что не видит смысла в грудном вскармливании, что собирается принимать такие напитки, которые с ним несовместимы. И не потому ли она постоянно оправдывает Алену Савкину, которая славится любовью к ночным клубам, куда сбегает при первом удобном случае, оставив сына на телебабушку. Да и обещание сразу после родов отправиться на пластические операции. Для коррекции внешности тоже говорят о том, что Саша не собирается проводить каждую минуту с ребенком, спокойно планируя операции, после которых нужно будет восстанавливаться неделями и нельзя будет поднимать малыша. Ну а теперь еще Иосиф добавил правды о намерениях жены, мечтающие тянуться. Недавно Иосиф тоже подставил жену. Он начал стирать детские вещи на поляне, намекнув, что дома уже нет для них места. Так что получается, за пару недель Черно столько рекламной одежды набрала, что ее уже складывать некуда. Так что очевидно, что Саша волнует только бесплатный шопинг и клубы. Видимо, когда младшую сестру выставляла гулякой, проецировала на нее свои желания. Ольга Рапунцель считает, что сотрудники роддома ее подставили. Недавно Оля стала мамой во второй раз. Девушка была в восторге от родов, которые обошлись ей почти в полмиллиона рублей. Правда, судя по количеству рекламы, которую дает Оля в социальной сети, рожала она по бартеру. Для домовцев это обычная практика. Свою вторую дочь поклонникам Ольга не показывает, боится сглаза. Рапунцель не скрывает, что у нее огромное количество хейтеров, которые не стесняются в выражениях, оставляя комментарии под фотографиями детей. Рапунцель намерена сначала крестить ребенка, уже потом показать. То же самое с именем, правда, о нем поклонники уже знают. Вторую девочку участница Дома 2 назвала Варварой. Как и в случае с Василисой, Рапунцель выбрала красивое русское имя. Неприятным сюрпризом для Оли стало то, что сотрудники роддельного дома разместили фотографию ее ребенка. Ольга считает, что ее в буквальном смысле подставили. Рапунцель была права, как только фото ребенка появилось в сети, антифанаты Ольги завалили фотокомментариями. Иосиф Аганесян обязан приезжать на съемки Дома 2 во время декретного отпуска своей семьи. На примере Дмитрия Дмитренко все мы помним, как Оля сидела за периметром, а он чуть ли не каждый день ездил на поляну. Все логично, зарплата за участниками сохраняется, поэтому и работать как-никак нужно. Вот только во время беременности и первые недели после рождения ребенка работает отец. Так произошло и в случае с Иосифом Аганесяном, который обязан ездить на съемки Дом 2 во время декретного отпуска, который организаторы проекта дали его семье. Буквально вчера Саша рассказала своим фолловерам в социальной сети о том, что ее супруг просто обязан по 4-5 раз в неделю посещать периметр. Мужчина работает за двоих, поэтому должен постоянно мелькать в эфирах, чтобы зрители не забывали его семью и с нетерпением ждали возвращения Саши вместе с ребеночком, который после крещения тоже станет полноценным участником реалити-шоу, как и родители. Стоит отметить, что Черно в этом году запланировала покупку квартиры в ипотеку. Девушка призналась, что если в конкурсе Человек-года ее семья не победит, то придется покупать жилье самостоятельно и платить каждый месяц. Уходить семья Аганисян с Дом-2 вообще не намерена как минимум ближайшие 2-3 года, поэтому зрителям еще долго придется за ними наблюдать в эфирах. Пьяная Алена Савкина решила распрощаться с Максимом Колесниковым. Отношения Савкина и Колесникова каждый день все больше набирают обороты. Юная мамочка видит в нем того единственного, за которого желает выйти замуж. Взяв небольшой отпуск на проекте, молодые вместе с Татьяной Владимировной и Богданом поехали в Владивосток, чтобы познакомить парня с бабушкой и дедушкой, тем самым показать намеренность серьезных действий со стороны Макса. Первый день прошло все очень прекрасно. Родные встретили молодых на высшем уровне, в семейном кругу пожарили шашлык и поговорили на отличенные темы. Вот только во второй день все пошло не по плану. Алена пригласила погулять своих подруг детства, чтобы встретиться и показать будущего мужа. Под действием виноградных напитков Алена начала вести себя в свойственной ей манере. На замечания Максима резко реагировала, а потом вовсе перестала обращать внимание. «Я тебя бросаю, мне нужен сильный дух мужчина, а не мальчик, который ведется на мнение других», – заявила Савкина. Для Колесникова это стало показательным моментом, ведь он остался один в незнакомом городе, тем более без денег, ведь все его накопления младшая Рапунцель взяла себе, чтобы рационально распоряжаться ими. Майя Донцова продемонстрировала, как сильно похудела. Не один день потратил Алексей Купин, чтобы приучить супругу к спорту и правильному питанию. Впрочем, в конечном итоге Майя сдалась и спустя месяц, наконец, похвасталась первыми результатами. Девушка не скрывает, на протяжении последних недель она придерживалась строго диеты, не позволяя себе ничего лишнего. На фото, опубликованном в сети, Донцова наглядно продемонстрировала, как сильно она похудела. Как выяснилось, участницы телестройки стали велики все ее прежние вещи. Правда, на достигнутом Майя останавливаться не собирается и уже наметила себе новую цель. А вот фолловеры, хоть и рады успехам девушки, все же советуют ей не переусердствовать. По мнению последних, такими темпами Майя вновь доведет себя до анорексии. Напомню, каких-то полтора года назад супруга Алексея Купина была настолько худой, что у нее даже подозревали серьезное заболевание. Федя Стрелков заявил об уходе с проекта. Участник телестройки очень переживает из-за конфликта, который произошел у него со Славой и Юлия Иванченко. Как и большая часть коллектива, Федя не воспринимает пару серьезно, считая, что они деревенчины. Как ни странно, на уходе Феди настаивает Юля и он сам. Ведущие придерживаются совсем другого мнения. Они уверены, что Слава – провокатор и сам виноват в той ситуации, которая произошла у него со Стрелковым. За пару месяцев, которые Иванченко находится на Доме-2, он успел устроить потасовки как минимум с двумя участниками. Виноват ли в этом Слава? Большой вопрос. Все новенькие, как один, говорят о том, что со стороны старичков происходит настоящая травля. Кто-то терпит. Семья Иванченко решила пойти против системы. То же самое в свое время пережила Селена Майер. До сих пор остается открытым вопрос, почему Ебаров еще на проекте? Так или иначе, сам Федя очень переживает из-за того, что произошло. На странице в Инстаграм он опубликовал пост. Парень написал, что пора двигаться дальше. Я нашел свою любовь. Рядом со мной потрясающая девушка, с которой я хочу прожить долго и счастливо. А еще я все чаще думаю о детях. Селена Майер рассекретила мужчину, с которым спит за периметром. Девушка приоткрыла завесу тайны. Она рассказала журналу Дом-2 о таинственном незнакомце, с которым занималась волшебством за периметром. Оказалось, что ребята давно знакомы. Недавно стало известно, что во время выходного у Селены было волшебство. Девушка рассказала поподробнее о мужчине, с которым у нее случилась близость. Оказалось, что они были знакомы еще до попадания из Селены на телестройку. Я не буду называть его имени, мы с ним общаемся полтора года. До проекта у нас были свободные отношения. Так получилось, что мы с ним пересеклись в магазине и решили вместе прокатиться. Потом нас потянуло друг к другу и произошло волшебство. В то же время Майер заявляет, что не рассматривает его для серьезных отношений. Напомню, во время этого же выходного Селена целовалась с бывшим участником Денисом Новиковым. Тогда они были в гостях у Андрея Григорьева Аполлонова. С ним участница близко дружит, а также сотрудничает в творческом плане. Недавно ребята записали совместный трек. Спасибо за просмотр! Рекомендую посмотреть и другие интересные ролики. Кликайте прямо сейчас, а также переходите на мой канал. До скорых встреч!